Девочка из города – спектакль о тяжелом военном детстве, когда горе, потери близких друзей, одиночество чудесным образом компенсируются милосердием, добротой, пониманием со стороны совсем чужих, но неравнодушных людей. Действие сюжета разворачивается во время Великой Отечественной войны. Мой персонаж – это девочка, она сиротка. Она осталась одна после того, как город Сталинград разбомбили, ее мамы и братик погибли во время этой бомбежки, а отец погиб на фронте. И три женщины, которые жили на улице с ней, они взяли ее с собой, сами они шли в Челябинск, как беженцы, потому что их зовут туда эвакуировали. Героиня находит приют в семье деревенской женщины, матери троих детей Дарьи Шалихиной. Спектакль «Девочка из города» по пронзительной одноименной повести Любови Воронковой для детей младшего школьного возраста. Мне понравилось, еще мне понравилась дочка, еще мне понравилась мама-ангел, потому что как будто она там летала в небесах, красивые крылья. И мне очень понравилось, я бы хотела еще сюда сходить. Впечатление просто необыкновенное, очень трогательно, чтобы тебя до слез пробрало в кукольном театре даже неожиданно. Очень хороший спектакль, он тебя учит и доброте, и лишний раз хочет ребенка своего обнять, к себе прижать. Спектакль «Девочка из города» поставил режиссер Московского детского камерного театра «Кукол» Валерий Баджи. Постановка приурочена к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, которую будут отмечать в 2020 году. Вскользь темы войны, что это страшно, но вот эти взаимоотношения людей в такой сложный период, причем там вот даже дети Дарьи Шалихиной, их взаимоотношения, пусть не сразу, но вот эта вот поддержка, что принимают, не принимают, как это, нужно все-таки любить друг друга, поддерживать друг друга. Декорации, куклы и костюмы артистов создала московский художник Ирина Хмарук. Над музыкальным оформлением спектакля работал композитор Иван Герасименко. Проект поддержан федеральной программой «Культура малой родины» и проектом «Театры детям». Андрей Горгуленко, Елена Малютина, Константин Головин. События.